Правда, особо бдительные подозревают самого Юрия Андропова, хозяина Лубянки, а потом и ЦК, в еврейском происхождении, из семьи московского ювелира, дом которого бережно сохранен как раз на Лубянке. Порода важнее всего. И любые охранительные заслуги Андропова меркнут перед чистокровным вопросом. А была ли его мать урожденный Флекенштейн? Или это фамилия ее приемного отца? Классовая ненависть к социализму берет верх над чувством реальности, а подчас и просто над здравым смыслом. При Андропове – последняя отчаянная попытка совладать с еврейским антисоветизмом. Именно ЦК и Лубянка учредили Антисионистский комитет советской общественности. Доказывать, что недовольство социализмом – это клевета, желание эмиграции – измена, а Израиль – это фашизм. Позднее прозрение. Это все обман. Какого там еврейства нет. Там невозможно жить. Это фашистская страна. Человек, эмигрируя, теряет жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...